На площади церемониала в Брестской крепости Герой 144 выпускника первого набора военной кафедры Брестского государственного технического университета получили свои первые погоны и присягнули на верность Родине и белорусскому народу. Юные бойцы-выпускники трех специальностей – боевое применение мотострелковых подразделений, воинских частей и соединений на боевых машинах пехоты, боевое применение минометных подразделений воинских частей и соединений и боевое применение подразделений воинских частей и соединений, вооруженных ракетными системами залпового огня до 220 мм включительно. Это у нас первый выпуск военной кафедры. Набор происходил в 2021 году. После событий, соответственно, тяжело было набрать личный состав, но все, кто хотел, те дошли до конечного лета. Конечный результат – это получение дистанта запасов. Хочется обратить внимание, что большую роль, естественно, сыграло наличие и формирование военной кафедры в Брестской области, потому что она является единственной в городе Брест, в Брестской области на данный момент. Поэтому большое благодарность, в первую очередь, ректору университета по поддержке, а это, сами понимаете, формирование кафедры, первый выпуск, просто не проходит. Хочется еще сказать то, что здесь, на Гереческой земле, в Брестской крепости, традиционно проводится присяга, проводится вручение погон, в том числе хочется отметить такие моменты, что в преддверии выпуск студентов в техническом университете, в том числе вручение погон, в преддверии 3 июля, дня независимости, юбилейной, 80-й годовщине освобождения нашей родины немецко-фашистских захватчиков. Планы работы военной кафедры, конечно же, определяются, в первую очередь, не только нашими внутренними процессами, а заказом со стороны Министерства обороны. Здесь мы видим достаточно планомерный, четкий процесс оптимизации структуры и объемов подготовки под нужды нашего военного ведомства. Пока планируются наборы не увеличивать, подготовка будет вестись по тем же трем специальностям, которые и открыты были в Брестском государственном техническом университете. Если сейчас выпуск у нас составляет порядка 140 офицеров запаса, лейтенантов запаса, то в перспективе где-то такие же количество офицеров мы и будем ежегодно готовить, где-то чуть больше, где-то чуть меньше. Самое главное, что это действительно уникальная возможность для молодого человека не только получить гражданскую специальность в области тех направлений, по которым готовит университет, но и получить военно-учетную специальность, стать офицером, быть готовым в полной мере защищать свою страну, обеспечивать обороноспособность нашей родной Беларуси. Поздравить выпускников с окончанием вуза и принятием присяги собралось множество гостей – родные, друзья, преподаватели и почетные гости. Среди них и председатель Брестского городского совета депутатов Андрей Филанович. Примите самое теплое поздравление с присвоением вам воинского звания офицера запаса, лейтенанта запаса. Действительно, у вас был этот непростой путь по освоению гражданской специальности, военной специальности. Вы являетесь первым выпуском военной кафедры Брестского государственного технического университета. Я думаю, что это тоже мероприятие у вас останется в памяти, ведь оно проходит в год 80-летия освобождения нашей страны от немецко-фашистских захватчиков. Накануне благославства праздника Дня независимости Республики Беларусь. И очень символично то, что она проходит на героической земле Брестской крепости, защитники которой показали истинную веру воинской присяги и до конца исполнили свой долг. Я уверен, что вы также, независимо от того, где будете служить, на военной службе или работать на гражданской специальности, также будете отдаваться и быть верны тому воинскому, скажем, званию, для того, чтобы достичь поставленной цели. Всем присутствующим мира, добра и всех благ. Всю свою студенческую жизнь юноши трудились для этой торжественной минуты – вручения заветных погонов. Выпускники – это храбрые, честные, самоотверженные, активные молодые белорусы. Кто-то продолжит военную службу, а кто-то из них пойдет работать по своей гражданской специальности. Но свои студенческие и солдатские годы они не забудут никогда. Да самые прекрасные, гордость за всех нас. А почему вообще выбрали? Потому что решил связать свою жизнь с армией, в принципе, со структурами. Поэтому решил пойти сюда, чтобы получить звание. Кафедру выбрал, в принципе, для того, чтобы была такая возможность получить дополнительное какое-то образование. И чтобы в дальнейшем, если призовут на какую-то срочную военную службу, то было бы немножечко полегче. Уже с каким-то багажом опыта придешь туда. Так что, наверное, это была основная причина. А годы обучения прошли достаточно весело, легко и абсолютно ненапряжно. Причем на сборы забирали нас в хорошую часть со всей своей компанией, со всеми своими ребятами. Так что было достаточно просто и весело. Чего будет не хватать из студенческой жизни? Наверное, вот их всех. Моих друзей, да. Так что, наверное, этого больше всего. Василина Буцкевич, Дмитрий Литвенюк, Ирина Лемонтович. Новости Бреста.